друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии обсуждаем с вами сегодняшний киношедевр уралки и сарафана часть третья моего обзора кто не смотрел сегодня у меня уже было два обзора на уралочку ну и как всегда по доброй традиции начинаем друзья мои с того самого места на котором мы с вами закончили ну а закончила уралочка друзья мои в общем пришло время собирать камни да да время разбрасывать камни и время собирать камни я бы сказала так результат просто неутешительный это еще мягко сказано в ужасном состоянии уралочки на здоровье трофические язвы не заживает нисколько ей уже рекомендуют подушки матрасы от пролежней представляете ребят только вдумайтесь да специальная то есть ей нужна специальные компрессионные чулки ну про которые еще год назад говорили я это уже вспоминала в своем предыдущем обзоре да год назад она рассказывала про эти чулки купим 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 прошел год авоз и ныне там здоровье оставляет желать лучшего уралка в машине действительно плакала было видно что она вышла как раз таки да с приема от врача и значит и у нее были заплаканные глаза и я прекрасно понимаю потому что знаете вот здесь происходит такой момент переломный то есть когда уралка вот понимаете если бы она общалась с нормальными адекватными людьми ну допустим своей родной сестрой да с теми людьми которые ей действительно желают блага которые ей желают чего-то хорошего по крайней мере здоровья то уралка бы уже давным-давно поняла что она находится в ужасном состоянии и ей пора заниматься срочно своим здоровьем браться за себя конкретно время пришло отступать как говорится дальше некуда но поскольку понимаете уралочка находится в таком замкнутом пространстве где в ее окружении нет нормальных адекватных людей а вот это кишлачная кишлачная да вот эти вот из кишлака которые ее обхватили со всех сторон ради своей финансовой выгоды они конечно же только заинтересованы в том чтобы у было хорошо вернее не хорошо а плохо да плюс вот эти вот товарищи ее хомяки которые глядя на нее на то что у нее куча проблем со здоровьем говорят да ну олечка кушай кушай никого не слушай они тебе только завидуют ну да действительно ведь здесь есть чему позавидовать правда трофической язве пролежнем которые уже возможно начались друзья мои представляете да сахарному диабету огромному количеству проблем тому что она не может сама себя обслуживать тут действительно только только и завидуй только и завидуй ну правда это вот уже даже переходит все границы насколько это уже даже не смешно а просто противно и вот понимаете вот эти все люди оказывают уралке исключительно только медвежью услугу вместо того что чтобы ей сказать что бери за себя что ты делаешь что-то творишь они ее тянут в этой в эту яму друзья мои тянут и подталкивают и пинками туда вот и я мы ее и уралочка им верит потому что ей хочется ей хочется опять же оставаться в том же состоянии жрать в три горла усиленно ничего при этом не делать и конечно и хочется похудеть и чувствовать себя более-менее по-человечески но опять же вот эта вот сила жратвы она ее не оставляет то есть у нее все мысли только про еду больше ни о чем ну вот как то так в общем ладно уселась наша рассказала друзья мои о том что ничего ничего все как говорится нормально и так далее тут же про жрачку да то есть только по проплакали только слезки пролила потому что врач сказал правду матку о том в каком состоянии она находится да и тут же про жрачку ой а мы-то ничего не ели чё там с утра то клеванули чуть-чуть ну да уралочка знаем мы ты мы как ты клюешь как маленькая такая махонькая птичка да друзья мои птеродактиль видимо та птичка была ой так есть захотели с авартиком глядь а тут павильон белорусская продукция ну да друзья мои больше же кроме павильона с белорусской продукции вот ничего не нашлось и говорит ой а там все изделия колбасные си свинины ну все си свинины ну да действительно а то же должны были приготовить халяль друзья мои для наших двух важных персон как это так как это так белорусы не подготовились белорусы что это вы тут так обидели нашу друзья мои хаврошечку нашу гаврошечку да в общем друзья мои наша гуша решила не расстраиваться да как говорится она легких путей не ищет ну и понятное дело колбасные изделия им пришлось отбросить в сторону поскольку они все оказались со свининкой так вот и уралка с сарафаном решили выйти из положения и прикупить кусочек сыра кусочек такой знаете с коровий носочек в итоге друзья мои сидят жрут в машине сыр я уже не могу даже спокойно это комментировать вчера жрала помидор сидела в своей альпаке давилась помидором да все там на достаточно калорийный сам по себе в любом случае как говорится но опять же срок можно съесть можно тоненькую тоненький пластик себе отрезать такую достаточно тоненькую пластиночку но уралка решила жрать так жрать и знаете где-то схватила кусок маздама грамм так наверное на 150 сидит жрет этот сыр ребят в этой темноте на нее смотрю вот честно у меня это вызывает исключительно только смех кто-то скажет ничего смешного нет знаете так брат мне сегодня рассказывал очень интересную историю очень смешную он еще так рассказывал интересно он всегда интересно рассказывает и говорит я сижу смеюсь он говорит галь тут вообще ничего смешного нет я говорю ну я понимаю что вроде там ничего смешного но он рассказывает таким интересным голосом что мне стало смешно понимаете вот так и здесь вроде уже тут надо А с другой стороны, почему нам не должно быть смешно? Ведь всякий раз, когда Уралка с Сарафаном орали, а мы смеемся, а мы над хейтерами смеемся, а мы смеемся, то, что у Уралочки такие нехорошие результаты относительно ее здоровья, это ее проблема. Мы миллион раз с вами ее предупреждали, всех нас она заблокировала, но я на ее канале, конечно, никогда не писала, но в любом случае высказывала свои моменты, да, высказывала, давала ей дельные хорошие, ценные советы, которым она, конечно же, не прислушивалась, никогда, естественно, нет, относительно здоровья и веса, много ей говорила, но, друзья мои, ей же надо, чтобы ее по шерстке гладили, понимаете, кушай, кушай, кушай 250 кг, будешь 300, кушай, и пофиг, что уже пролежни пошли, да, ну, так, на минуточку опять же, в общем, ладно, короче, сидит она, друзья мои, жрет этот кусок сыра, прям такой огромный кусман, вцепилась в него зубами, я уже испугалась, думаю, сейчас вставную челюсть свою там оставит на этом сыре, и, вы знаете, она мне в этот момент, правда, напомнила мышь-мутант, знаете, как мышь-мутант, который сидит с огромным куском сыра, как девочки в телеграм-канале это писали, я ржала прям вообще, и, вы знаете, и, ну, честно, смешно, да, ни за что не поверю, что они не могли там проехать где-нибудь 5-10 минут, найти себе какую-нибудь харчевню, найти какую-нибудь себе общепит, и там спокойно посидеть, поесть, как говорится, да, надо было, ну, надо было ей сделать акцент на Белоруссии, белорусских продуктах, понятное дело, по какой причине, вы знаете, говорит дальше, сейчас, секундочку, говорит, Белоруссия, привет, решила вашего сырка попробовать, однако вкусный, у нас тоже, тоже много вкусного сыра, Уралочка, здесь я с тобой согласна, у нас очень хорошая продукция, Люди бывают хорошие, а бывают не очень, Уралочка, и здесь я с тобой согласна, да, вот как и среди таджиков, есть нормальные, а есть вот такие, как Сарафан со сраилкой, вот как и среди русских, есть хорошие, достойные, кто любит свою родину, кто знает, что такое родина, да, что такое честь, достоинство, кто чтит свою культуру, традиции, да, для кого это все немаловажно и так далее, а есть и такие вот просто шушера, да, вот, вот, которые позволяют зиговать у себя дома, в квартире, которые позволяют оскорблять, трепать имя славянских женщин, да, ну и многое другое, так вот, и говорит, да, хорошим добрым людям привет, ну, хейтерам тоже привет, да и тебе, Уралка, не хворать. Вы знаете, вот я что хочу сказать, вот сидит она, я вот смотрю на нее, и мне хочется спросить, Уралка, ты точно ебанутая? Вот ты правда чеканутая? Ты правда дура? Я даже тебе не буду задавать этот вопрос, спрашивать у тебя, ты дура или нет. Я уже заранее знаю ответ. И я, ты знаешь, целиком и полностью уверена, что инвалидность тебе дали по голове, потому что человек, который уже вот на волосочке висит от огромной-огромной пропасти, да, над огромной пропастью, у которого такое количество проблем со здоровьем, и вот эти язвы, и вот эти пролежни, да, которые уже и начались, и начинаются, и могут начаться в любой момент, столько тебе сказали, вот, что ты пришла, даже у тебя это, да, ты сидишь, плачешь, ты сидела, плакала, но нет, ребята, в этот момент, когда надо думать исключительно только о здоровье и о том, как бы сделать так, чтобы тебе стало легче, это чума болотная, этот гаврош, друзья мои, этот, это растишка, огуша недобитая сидит, и опять про хейтер, опять про вишенку, я вообще не могу, Уралка, ты точно чеканутая, вот ты правда ненормальная, тебе, вот нормальному человеку такое скажи, да, проблемы со здоровьем у него, у близких, да тут все мысли будут, ты даже не подумаешь о том, чтобы про кого-то из хейтеров в этот момент подумать, да, зачем, у тебя что, проблем больше нет? Ребята, представляете, у нее действительно в башке постоянно одни сплошные хейтеры, 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 больше ничего, они постоянно, у них какой-то крен уже, знаете, в сторону, да, у них уже сдвиг по фазе произошел конкретно, что у нее, что у сарафана, они ненормальные, ребят, нормальный человек, поехав куда-то, да, на отдых, да, или просто отдыхает сегодня, он не полезет в этот момент в телефон, и не начнет там, знаете, бегать и гонять хейтеров, это ему нафиг будет, не надо, не будет со своими гостями разговаривать про своих хейтеров, на меня там снимают, зачем, боже, я в шоке, не, ну ладно, если ты там отдыхаешь, да, если ты выкладываешь на отдыхе ролики, такое тоже вполне себе может быть, да, все отдыхают по-разному, как говорится, в любом случае, кто-то выкладывает ролики, кто-то не выкладывает ролики, но, опять же, у тебя такая проблема, тебе врачи такое наговорили, столько всего рассказали, и ты сидишь, хейтеры, Белоруссия, туда-сюда, господи, ну точно чеканутая, ну правда, ребят, ей надо лечиться, ей надо голову лечить первонаперво, потому что у нее, знаете, вот сдвиг по фазе конкретной, Уралка, я, ты знаешь, вспоминаю твои слова, которые ты вот произнесла, то ли вчера, то ли позавчера, что я больна, да, я болею, да, я болею, я весной всегда болею, помните, как она вчера сказала, когда она поехала в питомник, она действительно болеет и весной, и зимой, и летом, и осенью, круглогодично, круглый год, я бы сказала, в итоге приехали домой, дома, Сарафан начал, значит, качать насосом подушку для Уралки, которую уже они приобрели, там еще надо было приобрести матрас, но матрас не подошел, она сказала, мой вес он не выдержал, ну вот представляете, зашибись, да, Сарафан, толку-то от того, что ты Уралку фильтрами делаешь намного тоньше, ее все равно ничего не выдерживает, ничегошеньки не происходит хорошего для нее, в итоге, друзья мои, уселся этот нищеброд, опять в этих спортивках, сорваными коленями, слушайте, я все прекрасно понимаю, что это делается ради комментариев, ради количества комментов, ну это же позорище, ну это же позорище, Уралка, ты понимаешь, ты понимаешь, что ты этим позоришь себя, первонаперво, как хозяйку, то есть это говорит о том, что я понимаю, что тебе нужны комментарии, вот нам на, вот сейчас они понапишут, из-за этой дырки, что вот у него дырка там, да, на коленках и так далее, вам столько всего, шмоток приходит, а вы даже одеться по-человечески не можете, Уралка, но это опять же говорит о том, какая ты не кокушная хозяйка, понимаешь, готовьте, не будьте лентяйками, Уралка, так ты и есть первая лентяйка, которая даже жопу оторвать не может, для того, чтобы пойти полы помыть, для того, чтобы пойти мужу штаны новые достать, или заштопать в конце концов, ну уж если, как говорится, такой бедой, не, ребят, не, будут сидеть контент пилить, господи, позорище конкретное, самое настоящее, в общем, ребят, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, всем пока, в 깊ник Aguas, застойте свои комментарии, беда, 每次 это, то, в deeply, по поводу, czy me 또, чтобы вам идея,